Для того, чтобы проживать в Испании, нужно оформить национальную визу. Для подачи документов для оформления визы обязательно нужно записаться на подачу документов. Документы для получения визы нужно подавать лично в назначенный день и время в консульском отделе посольства Испании. Срок рассмотрения представленных документов составляет не менее 10 дней. Уменьшить его невозможно. Данный факт нужно принимать во внимание при планировании путешествия. Заполнить бланки, необходимые для оформления необходимого типа визы, и оплатить соответствующие сборы. Оплата осуществляется наличными в национальной валюте при подаче заявления на оформление визы. Руководствуя законом номер 4 дробь 2000 о правах и свободах иностранных граждан на территории Испании и их социальной интеграции, рассмотрим визу для работы по найму. Контракт. Процесс получения права осуществлять в Испании производственную деятельность по найму состоит из двух этапов. Получение разрешения на работу в Испании и получение визы. Для того, чтобы получить разрешение на проживание и работу по найму, ваш испанский работодатель должен обратиться в миграционную службу в городе, где вы будете работать в Испании, и подать документы для получения разрешения на работу для вас. Документы для оформления визы подает в консульский отдел посольства лично заявитель в течение одного месяца с момента получения уведомления о предоставлении разрешения на работу и проживание. Обязательно нужно записаться для подачи документов. Одна запись на семью. Ни один заявитель не сможет подать документы на визу без предварительной записи. Все документы должны быть переведены исключительно на испанский язык, кроме паспорта, конечно. Не нужно удостоверять переводы и копии документов. Запомните вы. Нужные документы. Все документы по ниже указанному перечню нужно подавать в оригиналах и копии. Первое. Разрешение на проживание и работу по найму. Второе. Копия рабочего контракта, на основании которого было выдано разрешение на проживание и работу по найму, заверенное миграционной службой. Третье. Паспорт, действительный в течение не менее 120 дней, в котором есть как минимум две свободные страницы. Если заявитель не является гражданином Украины, он также предоставляет вид на жительство в Украине. Четвертое. Одно цветное фото на документе. Пожалуйста, требования к фотографиям уточняйте в посольстве. Бланка анкеты для оформления национальной визы, заполненной латинскими буквами и подписанной заявителем. Справка о несудимости, выданная органами стран и где заявитель легально проживал последние пять лет. Дата выдачи которой на момент подачи в посольство должна быть не менее трех месяцев, заверенная апостилем и переведенной на испанский язык. Седьмое. Медицинская справка, форма и бланк которой определяются действующим местным законодательством. Дата выдачи которой на момент подачи в посольство должно быть не менее трех месяцев, заверенная также апостилем и переведенная также на испанский язык. Имеет удостоверять, что заявитель не имеет тяжелых заболеваний, опасных для общества в соответствии с требованиями международных медико-санитарных правил по 2005 год. Эта фраза должна быть написана у вас в медицинском справке. Визовый сбор составляет на сегодняшний день, 2021 год, 2022 гривны. Оплата осуществляется исключительно наличными в гривнах. При рассмотрении представленных для оформления визы документов, посольство имеет право требовать дополнительные документы, необходимые для принятия решения по делу. Дополнительная информация. Максимальный срок рассмотрения документов, поданных для оформления данного типа виз, составляет один месяц. Визу нужно забрать в течение одного месяца с момента получения уведомления о ее готовности. Если заявитель не займет паспорт с визой в течение установленного срока, считается, что он отказался от получения визы, а дело на ее рассмотрение будет передано в архив. Заявитель должен прибыть на территорию Испанию в течение срока действия визы – 90 дней. Дата, когда заявитель прибыл в Испанию, должна обязательно фигурировать в паспорте заявителя. В течение трех месяцев с момента въезда в Испанию рабочий должен быть включен в социальное страхование. Иностранные граждане, владельцы долгосрочной национальной визы, могут свободно передвигаться к территории других стран Шенгенской зоны в течение не более трех месяцев, в любой период шести месяцев, соблюдая правила въезда.